Если тебя коснулось замедления Ютуба, переходи на платформу Интроверта. На сайте и в приложении уже ждут 1500 лекций саммари. Новые выходят каждый день. Открыли 30 дней бесплатного доступа по промокоду, который ты видишь на экране, для новых пользователей. Активируй по ссылке в описании. Вы просили проду, и мы ее сделали. Гарри Поттер продолжает путь избранного на Слизерине. Да, все мы читали фанфик «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Там Гарри поступил на когтевран. Но давайте честно, это слишком неправдоподобно даже для фэнтези. Для тех, кто не в курсе, в предыдущих сериях Гарри Поттер спас мир, и его перестала ненавидеть вся школа. Но и сильно любить его тоже никто не стал. А сами знаете кто, продолжает пытаться вернуться. Что же будет дальше? Каникулы после первого курса были тоскливыми. За все лето Гарри не получил ни одного письма. Логично, ведь друзей у него не было. Эльфу Малфоев, Добби, который следил за ним, даже не пришлось воровать его почту. Ему было очевидно, что Гарри Поттеру в Хогвартсе очень плохо, никто его там не любил. По крайней мере, так говорил Драко Малфой своим родителям. Добби решил, что Гарри не захочет возвращаться в школу. И это было бы очень удачно, ведь Добби знал, что год обещал быть непростым. Но первого сентября Гарри все же приехал на вокзал Кинг-Кросс. Тогда Добби понял, что ему придется действовать и закрыл проход на платформу 9,75. К счастью для семьи Уизли, Гарри не знал, что у них есть летающий фордик, который к тому же припаркован неподалеку. Поэтому он был вынужден решать проблему более адекватными методами и просто отправил в Хогвартс сову. Хагрид прибыл за ним через каминную сеть и тем же путем доставил его в школу. Так что угонять машину было совсем не обязательно. В итоге и фордик, и волшебная палочка Рона остались целы. Кстати, чем там занимался Рон весь предыдущий учебный год? Как все помнят, на его курсе в Гриффиндоре было четыре мальчика, поскольку Дин и Симус никого не принимали в свою компанию из двух человек. Рону в друзья достался Невил, а Гермиона познакомилась с Невилом еще в поезде, когда помогала ему искать жабу. Держи жабу! Так что Долгопупс в итоге заменил Гарри в составе золотого трио. У меня ее лицо, ее имя, свитер такой же синий, никто не заметил подмены. В первый день учебного года студентам представили нового преподавателя защиты от темных искусств Златопуста Локонса. А вот и я! Не ждали! Ждали! Гермиона была фанаткой Локонса, а Гарри сразу стал его любимчиком. Улыбайся, Гарри, мы красим первую полосу. Леди и джентльмены, какой необыкновенный момент! Конечно, такой прекрасный человек, как Локонс, не мог ошибаться в людях. Поэтому Гермиона решила, что ей все же стоит подружиться с Гарри. Так он стал общаться еще и с Роном и Невилом. Все-таки Гарри уже два раза победил Валдеморта, так что можно было закрыть глаза на то, что он учится на Слизерине. На втором курсе у Гарри появилась возможность попасть в сборную факультета по Квиттичу. Там как раз освободилось место ловца. Тут Снейп встал перед нелегким выбором. Если ловцом станет Поттер, их команда наверняка выиграет кубок. Но, во-первых, он такой же наглый, заносчивый и ленивый, как его отец. А во-вторых, Люциус Малфой подарил всем игрокам факультета новые метлы «Нимбус-2001», чтобы его сына взяли в команду. Спасибо, папаша, что подарил мне этот Рено Логан черного цвета 20 века. Северус решил проблему с присущей ему элегантностью двойного агента. Гарри стал ловцом, а Драка – загонщиком. Предыдущий загонщик, у которого отец был не настолько богат, отправился на скамейку запасных. Если вы расстроились, что в прошлой части МакГонагал не подарила Гарри «Нимбус-2000», можете быть спокойны, теперь у него была метла еще лучше. Позиция загонщика оказалась для Драка отличным способом экологично проживать агрессию. Теперь вместо того, чтобы строить козни Гарри, он отбивал бладжеры в противников на спортивном поле. Но до самого вежливого и приятного человека ему пока что было далеко. Твоего мнения никто не спрашивал. Поганая грязнокровка. Если вы читали фанфики по Дромеоне, то вам очевидно, что так Драка проявляет свои самые нежные чувства. Но Гарри ничего не смыслил в настоящей любви, поэтому заступился за Гермиону. Конечно, он сделал это от чистого сердца, но еще потому, что из-за тренировок по Аквиддичу у него теперь совсем не оставалось времени на уроки. Помоги, Божествен, с домашкой. Помоги, Божествен, с домашкой. В любом случае, их дружба после этого стала еще крепче. Кстати, наша дружба тоже могла бы быть крепче, если бы ты получил огонек эрудированности за одну лекцию на платформе интроверта. Вроде бы жизнь Гарри стала налаживаться, но жанр этого фанфика не флав, поэтому вскоре Гарри начал слышать какой-то голос. На Хэллоуин он попытался найти того, кто с ним разговаривает, но вместо этого набрел на оцепеневшую миссис Норрис и надпись на стене «Тайная комната открыта. Трепещите, враги наследника». Гарри, как всегда, заподозрил во всем драка. Повезло, что он жил в общежитии Слизерина, и ему не надо было готовить оборотное зелье, чтобы туда пробраться. Гарри просто подслушал разговор драка с Крэбом и Гойлом и понял, что он вовсе не наследник Слизерина, а всего лишь поклонник его творчества. Но на этом проблемы Гарри не закончились. Во время матча по Квидичу взбесившийся Бладжер сломал ему руку. После этого Добби навестил его в больничном крыле, чтобы познакомиться и рассказать, что это он закрыл проход на вокзале и заколдовал Бладжер. «Ожасные вещи скоро произойдут в Хогвартс! Гарри Поттер не должен оставаться здесь, потому что история скоро повторится!» В доказательство слов Добби в тот же вечер появилась еще одна жертва – Колин Криви, оцепеневший так же, как и миссис Норрис. Чтобы научить детей приемом самозащиты, Снейп и Локонс создали дуэльный клуб. Драко во время дуэли наслал на Гарри змею, и оказалось, что Гарри говорит на змеином. «Эта прическа тебе не идет!» Из-за этого вся школа решила, что Гарри – наследник Слизерина. Так он стал кумиром слизеринцев, в том числе Драко Малфе. После того, как он целый год был изгоем на факультете, ему было очень даже приятно стать звездой, поэтому он не опровергал догадки, но и не подтверждал их. Рон и Гермиона тоже подумали, что все происшествия в школе – дело рук Гарри. А поскольку он этого не отрицал, они стали его избегать. А жуткие события не прекращались. Хагрид жаловался, что кто-то убивает его петухов. Появлялись новые жертвы. В конце концов, Гарри вызвали к директору. Да, я знал о мероприятии. Получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми. В кабинете Дамблдора у Гарри начался очередной кризис идентичности. Он снова начал переживать, на том ли факультете он учится. Ведь шляпа сомневалась, куда его отправить – на Гриффиндор или на Слизерин. Что ж, в одном Гарри мог не сомневаться, он точно не когтевранец. В идеале ему бы поговорить с психологом, но поблизости была только распределяющая шляпа, и она его не особо утешила. Я говорю, Миш, мне п*****. Я так чувствую. В этот момент, как назло, сгорел Феникс Дамблдора, и Гарри понял. Да, я точно наследник Слизерина. Нет, вряд ли. Кстати, Феникс не умер. – успокоил Дамблдор. Можешь сходить в туалет намочить тряпку? Гарри немного заблудился и пришел в женский туалет, который, к тому же, был на ремонте. Там он нашел дневник с пустыми страницами. Только на первой было имя Т. М. Редл. Казалось бы, попав в волшебный мир и узнав, кто убил его родителей, Гарри мог бы найти кучу информации о Валдеморте. Если не полную биографию, то хотя бы настоящее имя. Тогда бы он сразу понял, кому принадлежит дневник и чем это может грозить. Но нет, мы же говорили, что Гарри точно о Никок Тевранец. В общем, он решил написать в блокноте Тома Редла обо всех своих несчастьях. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боли унижения, которые я испытал сегодня. Но дневник внезапно начал отвечать. От него Гарри узнал, что 50 лет назад хогвартское чудовище убило ученицу. В этом обвинили Хагрида, у которого в качестве питомца был огромный паук. Через некоторое время дневник исчез прямо из общежития. Позже Гарри узнает, что его стащила Джинни. Кое-кому в тот год все же пришлось сварить оборотное зелье. В приложении интроверта тоже есть дневник. Дневник по умнению. Двойки не ставим, тайны не выдаем. Посмотрел короткую лекцию, получил отметку оборудированности за день. Гермиона наверняка пользовалась бы, но это не точно. Очередной жертвой чудовища стала Гермиона. Тогда все окончательно убедились, что Гарри — наследник Слизерина. Ведь Гермиона его игнорировала. Вот он и решил отомстить. Из-за этих событий отменили турниру по Квиддичу. Дамблдора отстранили от должности, а Хагрида забрали в Аскабан. Ну, спасибо, Поттер. Из-за тебя не будет Квиддича. Сказал Драко. На самом деле, он, конечно, имел в виду, что очень переживает о Гермионе. Мы-то с вами понимаем. Если честно, я не наследник Слизерина. Признался Гарри. Ты врал? Ну, допустим, мы умалчивали, не договаривали, но лжи, как таковой, ее не было. Гарри предложил Драко спросить Добби, кто открыл тайную комнату, где найти вход, и что это за чудовище нападает на учеников. Ведь он служил в семье Малфаев и не мог отказать одному из них. Да, не рассказывайте Гермионе, что Гарри воспользовался рабским положением эльфа. Добби действительно рассказал Драко все, что знал про Василиска. С этой информацией Гарри и Драко уже собирались пойти к МакГонагал. Они действительно пытались не лезть во взрослые дела. Они сделали все, что могли. Но в этот момент прозвучало объявление, что все студенты должны собраться в гостиных. Выяснилось, что Василиск утащил Джинни в тайную комнату. И Гарри понял, что им опять придется все делать самим. Может быть, тогда Рон снова начнет с ним разговаривать. Конечно, для Драко это была недостаточная мотивация, но Гарри убедил его, что Слизарину за это начислят много баллов, дадут скидку, карточку и выпил. Дальше все было почти так же, как в книгах, с той лишь разницей, что Ронна заменил Драко. Это значит, что Гарри пришлось услышать фразу «Я все расскажу отцу» очень много раз. А еще у Драко были сильные друзья Крэп и Гойл. Они не позволили Локонсу напасть на них и стереть всем память. Общение с Томом Рэдлом и сражение с Василиском тоже происходили примерно так же, как в оригинале. Но в какой-то момент Гарри случайно заговорил на змеином языке. Все-таки он слишком много общался с Драко. Но как бы то ни было, Василиск его почему-то послушал. Гарри не знал этого, но он был таким же крестражем, как дневник Тома Рэдла, а потому имел над змеей Слизарина ту же власть. Просто в оригинале он не попытался ею воспользоваться. Выдирать Василиску клык не пришлось. Феникс просто скормил ему дневник, и воспоминание Рэдла исчезло. Хладнокровно убивать послушное животное после всего этого было бы как-то странно для благородного героя. Тем более, что Феникс и так выклевал Василиску глаза. Гарри решил, что змея станет новым домашним питомцем Хагрида. Лесничий умел находить с такими существами общий язык, даже не владея парселтангом. В общем, все опять закончилось хорошо. Гриффиндорцы помирились с Гарри. Рон задумался, что, возможно, не все слизаринцы такие уж плохие, ведь они спасли его сестру. И, кажется, даже драка на пару сантиметров вырос как персонаж. Только Локонсу удалось сбежать. Знаем легальный способ вырасти в эрудированности. Каждый день смотреть гуманитарные лекции в приложении, получать огоньки эрудированности от интровертушки, сражаться в рейтинге лучших, где каждую неделю разыгрываются реальные призы. Ссылка на платформу, как всегда, в описании. Хочешь знать, что случится с героями дальше? Ты знаешь, что делать? Пиши в комментариях про. Субтитры создавал DimaTorzok